Двое украинских военных ранены сегодня на Донбассе, оба в районе Новотошковского. С самого утра боевики открывали огонь уже шесть раз, и в том числе из запрещенного оружия. В последнее время противник стреляет прицельно, а наш военкор Ирина Баглай убедилась в этом. Они там в паре работают. Это нашим солдатам удалось зафиксировать, как боевики посреди дня открыли огонь по позициям пехотинцев на промзоне. Начался снайперский обстрел. Были с трех винтовок. Один 14-5, два 12-7 прикрывали его сразу. Стреляли прицельно. Артур показывает следы от попадания пуль вражеского снайпера прямо в бойницу. Пуль он нам залепил. Получается, вот раз одна, вот раз вторая. Вы успели закрыться как-то? Ну, мы, в принципе, не успели закрыться, мы отскочили. Из этой точки вчера Александру пришлось подавлять вражеский огонь. Такого боя давно уже не припомнят. Более двух часов российские оккупанты стреляли из всего вооружения. Они работали сразу, буквально где-то с трех или четырех точек. Отработал пулемет, перезаряжается, видать, работает РПГ. Плюс они еще стрелковым работали, ну, такой ПК, с ближайших тоже позиций. Трудно было посчитать. Вчера такой вечер вообще было недосчитание. Это все заряжалось, разряжалось, перезаряжалось, скручивалось. Как говорится, в мыле было одно место, поэтому... Это коллекция остатков вражеских пуль всех калибров, которые после боя насобирали наши солдаты. Собрание элементов пуль 12.7 калибра, элемента БЗТ 12.7 и Б32 12.7. Если есть какие-то деревянные легковоспламеняющие вещи, в принципе, застревая в этом, она может поджечь. Массира, она обстреляв одну из наших позиций, боевики все-таки ее подожгли. По нам тут гатили, мы все тушили. Но мы не побачили, что мы огонь тушим, и душа начала стрелять. Используют боевики и подлые приемы. Это выстрел РПГ. Вчера они рвались над головами пехотинцев. Боевики их переделывают, приматывают скотчем или же засыпают через носовую часть гвозди, подшипники, серебрянку. Чтобы нанести больше урон нашей пехоте. Запускают над нами взрыв, это все вниз. То есть последствия таковы могут быть, что это просто в кожу въедается, в тело, и ты уже недееспособный. То есть такими вот начинают они такими изящными методами, в кавычках, нас расстреливать. Но нанести урон нашим бойцам у них не вышло. Дали им понять, что мы тоже так умеем. Мы тоже сманеврировали огнем, перенесли его, сосредоточили. И когда надо, дали, куда надо, и все. Рабочий день на передовой для наших бойцов закончился далеко за полночь. Лишь после того, как приготовились к новым атакам врага. Остыло оружие, обслужили его сразу, забили ленты. Поскручивали гранаты, чтобы на гранатомет. Ирина Баглай, Андрей Костюк, Руслан Ревюк из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова